Питаю вас всех. Я вас беспокоил воскресеньем днем, потому что завтра вот в этом суде, так называемом суде, будут решать вопрос о лишении меня статуса пребывания в Украине, то есть о депортации с Украины. И проблема в том, что Парижная власть, насквозь прогнившись после каникул на Мальдивах, нарушение всех охотов, приехала и прогнулся за меня. И они не хотят, чтобы я был в Украине, они хотят, чтобы мы боролись против коррупции, они хотят, чтобы мы поднимали свой голос. И они видят меня как свою главную проблему. Я хочу призвать все разные честные оппозиционные группы объединиться не вокруг меня, потому что этого абсолютно не нужно. Объединиться вокруг идеи борьбы сегодня, а не через два года, через три года, когда всех поодиночке перебьют, когда всех поодиночке загнобят. Неужели вы не увидите, что тут вопрос не во мне? Вопрос в том, что они убирают препятствия от того, чтобы всех остальных точно так же замочить. И у меня есть предложение от нескольких европейских стран туда переехать. Но я сражаюсь в Украине и сражаюсь несмотря на все угрозы, в том числе угрозы экстрадиции, угрозы ареста. И что происходит с людьми, у которых нет непосредственно таких угрозов? Почему эти оппозиционные лидеры не сражаются? Поэтому я хочу, чтобы мы вместе это сделали. И первое. Второе. Вы видели, что произошло в Румынии. Сколько людей выше на улице? Что Румыния лучше нас? Что у них больше коррупции, чем Украина? На порядок меньше. Но они ее не терпят. Потому у них темпы экономического развития 5 раз выше, чем Украина. Так что я жду завтра вас, здесь с утра, наших сторонников, просто неравнодушных людей, у этого суда, чтобы показать, что мы есть, что мы не пассивные наблюдатели, что нас не развести. Это около метро Арсенально. И здесь с утра будем продолжать нашу борьбу. В понедельник. Московская 8. Апелляционный, высшая апелляционный штук города Киева. До встречи. Спасибо.